В Республике стартовал благотворительный проект продукта Башкортостана «Забота о вас». На призыв главы Республики Радия Хабирова откликнулся ряд предприятий, перечислив крупные суммы для поддержки малоимущих и многодетных семей. На эти средства были куплены продукты и сформировано 100 тысяч продуктовых наборов. Мамы, которые являются получателями детского пособия, то есть признаны малообеспеченными, это многодетные семьи и там, где один родитель, сегодня, завтра и послезавтра смогут эти продуктовые наборы получить. Все эти списки у нас в Центре семья имеются. Мы их получили от Центра соцподдержки города Мелиуза. И, согласно этих списков, специалисты сегодня всех мам обзванивают. Поэтому, если вам поступил на телефон звонок, не пугайтесь, это действительно специалисты службы семьи. Мы вас приглашаем получить продуктовый набор. Находится раздача, пункт раздачи в здании «Прометея». Продуктовый набор выделяется и дается только единожды, как помощь, которая оказывается в рамках именно той ситуации, которая сложилась не только в Республике Башкортостан, но и во всем мире во время вируса, пандемии, когда многие остались без работы, без средств к существованию. Это такая необходимая мера поддержки. Кумиртау получил 1200 продуктовых наборов. В их составе самые необходимые продукты питания от местных производителей. К примеру, карламанское сгущенное молоко, крупы от башбакалеи, чешминское растительное масло, тушенка от уфимского мясокомбината и многое другое. Продуктовые наборы получали малоимущие семьи, у которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на ребенка, а также многодетные семьи, получающие ежемесячное пособие на ребенка. В связи со сложившейся ситуацией в стране и в мире с коронавирусом правительство Республики Башкортостан решило помочь малообеспеченным семьям в виде выделения продуктовых наборов. Очень сильно оказали помощь нашей семье. Я многодетная, у меня четверо детей, и, конечно, то, что сейчас помощь есть, это даже очень большое спасибо нашей администрации, кто помогает нам с этим. Спасибо большое. Я вот сейчас в данный момент не работаю, и поэтому это очень хорошая помощь. Очень приятно, конечно, было то, что про нас тоже помнят. Вот. Посмотрим, какой будет дальше у нас, какая будет дальше поддержка от государства. Вообще очень приятно. Спасибо большое. Если вы считаете, что попадаете в перечень людей, которым положен продуктовый набор, но вам не позвонили волонтеры, вы можете оставить заявку, позвонив по номеру регионального колл-центра 8 800 201 8903, а также по телефонам горячих линий волонтерских штабов проекта «Наша забота» в районах и городах республики. Вся информация будет тщательно проверяться через социальные службы и домкомов, сообщают организаторы благотворительного проекта. Елена Камалова, Даниил Костюк, телекомпания «Арис». Не только георгиевские ленточки в эти дни раздают волонтеры победы. 4 мая активистам передали 3000 масок. В местах массового скопления людей, у торговых центров и в магазинах можно встретить волонтеров, которые дарят и георгиевские ленточки, и защитные маски. Люди всегда, в принципе, хорошо реагировали на георгиевскую ленточку. Они ждут эту акцию, так как праздник победы, он является очень значительным для нашей страны. Ну а маска как приятный атрибут, потому что сейчас очень много расходуется, но маска никогда не бывает лишней. Актуальность акции по раздаче масок сложно не оценить. Как раз с сегодняшнего дня в республике введен особый масочный режим. И появляться в общественных местах можно только при условии защиты рта и носа. Многие, зная это правило, уже запаслись одноразовыми масками или сшили самостоятельно. Отрезала кусочек, сделала складочки и резиночку. Все. Три маски такие сшила. Во-первых, заходишь в аптеку, спрашиваешь, и даже объявление есть, что масок в продаже нет. Это, во-первых. Во-вторых, и даже перчаток в некоторых аптеках нет. Поэтому пожелание, чтобы все-таки нас снабдили средствами защиты от этого, всем охота быть здоровыми и соблюдать какую-то меру предосторожности, то есть ходить в перчатках, в масках, чтобы были какие-то средства защиты от этого. Ну, неплохо, что совместили, да? Да, это очень хорошо. И добровольцев я поддерживаю. Они молодцы. Девчонки вообще умницы. Особый режим в республике продлится еще как минимум неделю. Однако нет уверенности, что за праздничные дни тревожные цифры количества зараженных не пойдут резко вверх. Этот показатель зависит от общей сознательности и соблюдения мер предосторожности.